Приняли последнюю, правда, без пяти километров. Киров официально завершил сезон дорожных ремонтов 2017 года с дачей самого протяженного участка трассой Киров-Русская. Но общественные активисты напомнили о том, что еще работать и работать, ведь принятые муниципальными контролерами дороги не гарантируют, что передвигаться по ним будет безопасно. К примеру, улица Труда с глубокими ямами для люков, в которых автомобилисты регулярно пробивают колеса. Улица Пятницкая со столбом посреди дороги или сама же трасса Киров-Русская, где из-за гуляющего грунта или крутой обочины очень легко попасть в серьезные ДТП. Подробности в сюжете. Не иначе знаковые события трасса Киров-Русской дождалась того момента, когда она уже сделана и ожидает своей приемки. На место в район деревни Гуси или Гуси стянулись журналисты, специалисты дирекции дорожного хозяйства. Из-за большой протяженности этого участка, более 20 километров, трассу будет принимать по частям. Сегодня примут как минимум половину этой трассы. Контролеру пояснили, проверка все же выборочная. В случайных местах проверяется ширина и уклон дороги. Для максимальной объективности замеры участники делают двумя инструментами. Дирекции дорожного хозяйства и дорожного подрядчика. Кто вид этот правдивый? Подрядчик или заказчик? 16. Ну я иду. 16. Ну, 16. Делаю, допустим. Уклоны в норме на нулевой отметке на 8 и на 16 километре. Удивительно для дороги, в адрес которой чуть не каждую неделю сыпалась новая критика. Обнаруженные общественниками дефекты недели ранее, кажется, вообще погубили надежду, что трасса когда-либо будет принята. Вот он ниже сантиметра даже слой щема 3. Вот он ее. Соответственно, произошло разрушение. И за счет чего? За счет того, что он очень тонкий. Места с вытертостями из-за слишком тонкого слоя асфальта якобы были переделаны. Теперь замечания есть только к 5-километровому участку Киров-Русского. Лабораторные пробы показали, что асфальт пропускает воду, а значит, разрушится первой же весной. Вот у нас все, что зеленым, то в нормативе, все в плюсах никаких. Отклонений нету, да? А то, что красным, соответственно, есть отклонения по водо... И то, отклонения только по водонасыщению. Соответственно, будут это водонасыщение убирать, обрабатывать дополнительным составом, ну, специальным составом, чтобы для того, чтобы понизить водонасыщение. Вырубку, может быть, брали в дождливое время. Либо, значит, укладка уже при более пониженной температуре прошла. От качества щебня зависит. Кроме этого, пятикилометрового участка есть еще два коротких, которые в этом году вообще решено не делать. Специалисты утверждают, в следующем году будут менять там грунт. Нынешний дословно гуляет. В остальном, говорят, все нормально. При визуальном осмотре мы видим, что многострадальная, наверное, автодомоильная дорога Киров-Русская. У нас состояние проезжей части, оно, ну, улучшилось. Мы вспомним, наверное, по весне какая была здесь ситуация. Но то и дело спустить представители администрации с небес на землю пытаются общественные контролеры. Очень ненадежная обочина, которая местами начала проваливаться. Говорят, точно покажут себя ближайшей весной. Глубина его недостаточная или он технологически неправильно сделал, он даст вот такой эффект. Вот, пожалуйста. Смотри, Квадж. Уже дефект. Это не дефект, это провал полностью. И эта вся часть уйдет. Помнишь, что мы об этом говорили? Кроме всего, многочисленные недочеты, из-за которых до сих пор небезопасно передвигаться на недавно принятых в эксплуатацию других дорогах города. Аварийные ситуации из-за глубоких ям для люков на улице Тро-Дайли, на Пятницкой, небезопасные съезды, обломки бордюров и неожиданные столбы, опоры газопровода. Если даже не брать во внимание, что на улице Пятницкой мы не нашли того места, где была бы сделана отсыпка обочины, которая значительно увеличивает срок службы края проезжей части. Мы также не нашли того места, где были бы заменены старые бордюры, где по-человечески были бы сделаны съезды у дворы. Но как в дирекции дорожного хозяйства не обратили внимание на эту опору, очевидно, для газовой трубы, непонятно совсем. Впрочем, по мнению дирекции дорожного хозяйства, этот участок улицы Пятницкой принят в эксплуатацию, причем без малейших замечаний. По мнению общественных активистов, все это результат неграмотно расписанных заданий для дорожников. Всех этих работ просто не оказалось на бумагах. Также, несмотря на прежние договоренности между дорожниками и коммунальщиками о том, что новый асфальт в Кирове перестанет быть предвестником скорых коммунальных раскопок, правило почему-то обошлось стороной на днях улицы Труда и Горького. Не прошло месяца, как на свеже отремонтированной улице Горького появилась солидная коммунальная раскопка. Тепловики обнаружили на трубах дефект. Видно, что работами уже занимаются. Правда, рабочих мы не наблюдаем. И не исключаем, что яма может увеличиться еще больше. Дело в том, что из тепловой камеры продолжает идти пар. Полностью отчитаться перед федеральным центром об успешно проделанной работе городадминистрация планирует до 1 ноября. Сразу после пообещали заняться подготовкой к дорожным ремонтам 2018 года. Город рассчитывает получить из Москвы 1 миллиард 200 миллионов рублей и обязан будет восстановить еще как минимум 100 километров городских дорог. Артем Паникаровских, Александр Рожков, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин